Сегодня в Одинцовской средней школе имени главного маршала артиллерии Неделина урок мужества. Может быть и не надо бы вспоминать про былое, про окопы и надолбье, про життё фронтовое. Всё давно это пройдено, полной чашей испито. Так зачем же тревожить то, что давно позабыто? Знаю, солнце пустые глазницы не брызнет, знаю, песня тяжёлых могил не откроет, но от имени сердца, от имени жизни повторяю, вечная слава героям. Вспомним всех поимённо, гоем вспомним своим, это нужно не мёртвым, это надо живым. Уроком мужества становится и прикосновение к священным реликвиям войны. К этой каске, найденной в старом окопе и хранимой в школьном музее боевой славы, одного из знаменитых артиллерийских соединений. Здесь всё собрано руками школьников. Вместе с учительницей истории Евгения Михайловна Баковиковой немало дорог исходили ребята по местам боёв. Подмосковье, Смоленщина, леса Белоруссии. Музей в Одинцове один из лучших школьных музеев страны. За верную память подвигам отцов и дедов, за большую военно-патриотическую и оборонно-массовую работу, которой руководит военрук Кузьма Сергеевич Быковский, Совет ветеранов, гвардейцев, артиллеристов передал Одинцовской школе на вечное хранение это старое орудие, что дошло до Берлина. Сегодня в школе урок мужества. В гости к мальчишкам и девчонкам пришли их старшие товарищи, ветераны Великой Отечественной. Музыка О тяжёлых боях, о трудных походах от Москвы до Берлина вспоминает Иван Михайлович Лядов, полный кавалер орденов славы. Музыка Такие встречи запоминаются навсегда. Музыка И вырастают ребята настоящими патриотами. Музыка Игорь Щеголев, Павел Нечаев, Игорь Козлов Многие воспитанники школы из подмосковного города Одинцова готовятся стать офицерами Советской Армии. Этот путь в жизни помогла им выбрать родная школа. Музыка Игорь Нечаев, Павел Нечаев, Павел Нечаев Продолжение следует...